Всем привет, дорогие друзья! Сезон чемпионата Украины 2021 закончен официально. Все команды занялись свои места. Сегодня мы в этом видео поговорим о том, какие наши команды будут участвовать в Еврокубках, в каких Еврокубках и с какой стадии, кто куда выходит и в случае неудач, кто куда вылетает. В этом мы сегодня и разберемся. У нас пять представителей Еврокубков, два представителя Лиги Чемпионов, один представитель Лиги Европы и два представителя Лиги Конференции. Если вы еще не знаете, что это за третий Еврокубковый турнир, то посмотрите по ссылке в описании видос на нашем канале. Он есть о Лиге Конференции, что это за турнир. Там детальнее вы можете все это узнать. Поэтому смотрите. Ну а мы перейдем разбираться, что же все-таки нас ждет в новом сезоне 21-22 в Еврокубках. Перед началом, ребят, как всегда, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, кто этого еще не сделал и напишите в комментарии прямо сейчас, что вы ждете от наших команд. Конкретно от команд Лиги Чемпионов Динамо Шахтера, от команды Лиги Европы Заря Луганск и две команды в Лиге Конференции. Это Колос и Ворсклаб. Пишите свое мнение, кто куда пройдет и что ждете от этих команд. Друзья, специально для тех, кто хочет зарабатывать на ставках, ребята из Флора Бет создали телеграм-канал, в котором ежедневно публикуют бесплатные прогнозы на спорт с проходимостью свыше 90%. На прошлой неделе они увеличили банк подписчиков на 200 тысяч рублей. Так что, если хотите зарабатывать вместе с ними, то переходите по ссылке в описании. Начнем, ребята, с Лиги Чемпионов. Места для УПЛ в ЛЧ 21-22. Их пока что две, потому что со следующего сезона прямая путевка в групповой этап Лиги Чемпионов для Украины пропадет и придется проходить квалификацию всем. Поэтому Динамо Киев в этом году последний раз уже проходит групповой этап как чемпион Украины. Динамо, в принципе, вопросов нет. Им только нужно ждать 28 августа, когда пройдет уже, собственно говоря, жеребевочка. А первые матчи Динамо сыграет 14-15 сентября примерно, как и всегда проходят первые матчи групповой этапа Лиги Чемпионов. Но стоит отметить, что Динамо, скорее всего, окажется в третьей корзине. Поэтому ожидаем в группе Динамо, конечно же, грандов европейского футбола. Что касаемо Шахтера, они занимают второе место. Это вице-чемпион Украины. Квалификационный третий раунд. Шахтеру нужно будет пройти. И поэтому для выхода в основную сетку Шахтеру придется пройти двух соперников. Среди них могут быть довольно серьезные команды, как Монако или Лион, Селтик, Бенфика и ПСВ. Согласитесь, довольно сложные соперники. Но если Шахтер ставит амбиции выходить даже из групповой этапа Лиги Чемпионов, поэтому нужно проходить этих соперников. Шахтер же сыграет свои первые матчи квалификационного раунда 3-4 августа примерно. В случае, если Шахтер проиграет сразу же в первом раунде, они отправляются напрямую в групповой этап Лиги Европы. И плавно переходим как раз-таки к Лиге Европы, где у нас одно место. Заря-Луганск. Они заняли третье место. Забрали бронзу. Это бронзовый призер УПЛ. И они являются единственными представителями Украины в этом турнире. Команда Виктора Скрипника попала в раунд плей-офф. И поэтому им нужно пройти только одного соперника, что позволит им сразу попасть в групповой этап ЛЕ. Но если взять возможных соперников Луганчан, то здесь довольно нелегкие соперники, как Азел Кмар, Генг, Галатасарай, либо Бешикташ. Или же кто-то из тех команд, кто вылетит из квалификации Лиги Чемпионов. Согласитесь, действительно будет сложно. Но будем болеть за нашу Зарю. И свой первый матч квалификационный начнут 19 августа. В случае, если они проиграют, все равно попадают в групповой этап. Но уже другого Еврокубка в Лигу Конференций. Ну и сама Лига Конференции. У нас в этом турнире два места. В этом сезоне четвертое место занимает Колос Ковалевка, которая будет стартовать с третьего квалификационного раунда. Для выхода в групповой этап Колосу придется пройти двух соперников. Старт в Еврокубках для Колоса запланирован примерно на 5 августа. Ворскла же заняла пятое место, поэтому они начинают чуть раньше. Поэтому футболистам Максимова предстоит пройти трех оппонентов для попадания в групповой этап. И свой Еврокубковый путь полтовчане начнут 22 июля. Соперниками Колоса и Ворсклы могут быть серьезные команды из топ-лик. Если так брать, это может быть Тоттенхэм или Вестхэм или Ливерпуль. Если брать чип на Англии. Рома итальянская, Атлетик Бильбао, Марсель либо Рен. И также есть команды Фейнорд, Генг, Паок и другие, которые еще не определились. Действительно, согласитесь, может выпасть серьезный соперник. Поэтому будем болеть в любом случае за наши команды. Ну и если вы спросите, почему же на следующий сезон Украина теряет прямую путевку в Лигу Чемпионов. Да все просто. Нас обошла Шотландия. Мы их, в принципе, догнать и обойти не смогли. Мы могли бы это сделать, если бы и Динамо, и Шахтер в прошлой уже Лиге Европы могли бы пройти хотя бы в одну четвертую. И хотя бы, если бы мы добыли две победы, могли бы опередить Шотландию и выйти на 11 место в рейтинге Лиг. Как видим, мы на данный момент на 12, у нас 33100 очков, а у Шотландии 33375. Согласитесь, не такой большой разрыв, но все равно неприятно. Из-за этого мы теряем по факту прямую путевку Лиги Чемпионов из-за падения в рейтинге UEFA. Вот так вот вкратце, ребята, я вам показал и рассказал, где будут играть наши команды в Еврокубках. Когда, с кем, возможно, и тому подобные нюансы, я думаю, было интересно. Ну и вкратце, наверное, дам свой прогноз по Еврокубкам на каждую нашу команду. Если брать Динамо Киев, они стартуют в групповом этапе. И, конечно, от них ожидается выход в 1-8. Как бы это, возможно, смешно. Кто-то скажет, что Динамо не дотягивает. Но я бы сказал, что да, все зависит от того, какая будет группа. Потому что если в этом прошлом уже году у нас была группа Ювентус и Барселона, ребят. Реально было сложно выйти из этой группы. Да, Ференс Варуш был, мы прошли в Лигу Европы. Но в любом случае, Динамо нужно стараться для того, чтобы попасть в 1-8. Это главная цель, конечно, Динамо. Как финансовая, так и вообще с точки зрения повышения своей клубной популярности в Европе. Поэтому Динамо будем желать успехов. Им нужно дождаться только жеребевки. Шахтеру уже предстоит два раза пройти квалификацию. То есть, действительно, им будет сложно. Там соперники сложные. Но Шахтер это та команда, от которой мы всегда ждем, что они должны в Лиге Чемпионов выходить как минимум в 1-8. Поэтому от Шахтера другого не ждем. Ожидание только групповой этап. Главная задача сейчас новому тренеру Шахтера и вообще всему тренерскому штабу это выход в групповой этап. И пройти две квалификации. И, конечно же, я жду групповой этап. Я думаю, что мы увидим две команды в Лиге Чемпионов. Если брать Зарю, им будет сложно. Но, в принципе, ребята, задача не такая уж сложная. То есть, это как минимум один соперник. Как максимум даже один соперник. Поэтому все может быть. Двухматчевое противостояние. Зарю будем поддерживать. Главное, чтобы они разобрались со своими лидерами. Если нужно усиляться, конечно, будут. Потому что, скорее всего, Заря потеряет много хороших, добротных и ключевых футболистов своей команды. И нужно будет как-то усиляться. Посмотрим на состав уже в новом сезоне Зари. Потом будем давать прогнозы. Сейчас тяжело понять, где все-таки лучше Заре. Конечно, в Лиге Европы. Но сможет ли Заря пройти своего соперника? И посмотрим, кто же будет в соперниках. Но все равно я даю прогноз, что Заря будет в групповой этапе Лиги Европы. Если брать Колос и Ворску в Лиге Конференции в новом турнире, то, в принципе, конечно, больше шансов у Колоса. Потому что у них 2 раунда. У Ворску аж 3 раунда. И здесь будет тяжело. Но все же я считаю, да, у Колоса будет больше шансов. Я жду Колос в Лиге Конференции. Я думаю, эта команда попробовала в прошлом году уже попасть в групповой этап Лиги Европы не получилось. Я думаю, в Лиге Конференции должно получиться. Как минимум, Колос я там жду. Насчет Ворсклы все зависит, опять же, от трансферов. Все зависит от того, какие футболисты останутся, какие придут, какие, в принципе, будут приобретения. Поэтому здесь очень много вопросов. И нужно дождаться все-таки жеребьевки. Кто кому попадется, чтобы в Ворскле определиться. Конечно, трех соперников будет сложно пройти. Если повезет где-то с жеребьевкой, то Ворскла может тоже оказаться в Лиге Конференции. Но, если давать прогноз, сколько же клубов украинских будут представлять Украину в Еврокубках сезона 21-22, то мой прогноз из пяти, четыре команды должны выходить в Еврокубки. Ребят, пишите свои прогнозы в комментариях, сколько команд украинских будет в Еврокубках и кто эти команды. Напишите свой прогноз в комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, ребята, подписываться на канал. Всем удачи и до новых встреч.